Вчера Ливан сказал, что из десяти человек в Грузии, семь его точно знают. Гену тоже знают. Грузинским атлетам помогают горы и свежие воздухы. Конечно. Грузинским атлетам помогают горы и свежие воздухы. Но тут у нас древняя история. Церковь называется Святицховели. Часто вы тут бываете? Да, часто бывает. Приходим, смотрим нашу историю. В Радхмагундах мы стоим в религию, в Радхмагундах. Мы стоим в религию. Мы стоим в религию. Мы стоим в религию. Мы стоим в религию. Что случается в Боге. Он верит Богу. Он дает ему силу, это вера и все такое. Так что в этом плане у нас все в порядке. Мы стоим в религию. Мы стоим в религию. Мы стоим в религию. Ну а сейчас Гена покажет, как нужно бороться против Тима Бреслана. Гена показывает. Мы стоим в религию. Мы стоим в религию. Мы стоим в религию. То есть, как надо выиграть Тима Бреслана противника? Что надо делать с Тимом? В религию мы с Арисом. Но те вендетты, которые вы уже видели, как Гена победил Бреслана, это один из 100. То есть, это пока что за пути. Это его коронное движение, но не все это. Многие это не смогут сделать. Настоящий крылок. Да, вводим. То есть, ему этого не хватает. Вот просто повернуть с Тимом не хватает. Не хватает. Нужно обязательно вот это. Вот так. Ага, понятно. В любом случае надо верхний крылок. Интересная версия нам сказал Гена. Я с ним согласен по части. Но не нужно забывать о том, что у Тима Бреслана очень сильная натяжка и сильный пронаток. Он же тоже, ну, саде вытаскивает. Он думал, что зашелкнул? Да. А, артский лоб датку, маджа, 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 маджа. Ему не просто движение нужно сбить его с центра. Вот как в Пушкаря. Пушкаря идет, сбивает он с центра. Это делает очень быстро. Он очень неудобный для такого спортсмена, как Дейв Чахов. Да, да. Он неудобный. Он неудобный для Дениса Цепленкова. Потому что это чистость. Ребята, которые ведут силовую борьбу. У Рустама он тоже очень быстрый. Ему нужно вкрутиться. Если пальцы не тянешь, и он не вкрутится, у него будет вот так. Ипп, ипп, иппп, 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 иппп. До свидания. Та ми-то мага чердева гдзе лихалит. Куда мокли, сану бабою с гаучердевом, а гдзе лихалит. Поэтому, Рустам, у тебя от нас, от Геннадия. То есть, короткая рука для него невыгодна, так сказать. То есть, надо больше постараться. Потому что рука должна быть гораздо длиннее. Да, выше. Чтобы зайти как можно в верхний крюк. То есть, просто его повернуть. Во-первых, у него это тоже очень сильное. То есть, Геннадий думает, что в этом плане с ним будет гораздо труднее. Если ты можешь, баба, машинчат валится с аукорной. Если ты его вот запросто вот так выиграешь, значит, ты молодец. Но все-таки мы ставим на тебя, Рустам. Треса Звардичев. Да, он друг его, он тренируется еще. Тренируется тоже? Не-не-не, просто по себе. Физически там. Представляете, тут даже священники занимаются спортом. А сейчас мы идем колокол отбивать. Это очень важно. Ну что ж, находясь в центре Тбилиси, в сердце Грузии, мы решили замерять Геннадия и сделать то же самое, что сделали с Ливаном. Проверить все его параметры. Итак, 13 сантиметров на один сантиметр меньше, чем у Ливана. Ну, у Ливана чуть длиннее, скажем вот так. Много это? Ну, скажем так, для пальцев это много. Ну, а теперь ладонь. 28,5. У Ливана было 34. Ну, а теперь запястье. 24. У Ливана было вот так. Переходим к самому интересному. Предплечье. Длина предплечья. У Гены, ну, скажем, у Ливана было 34, а тут 33. Один сантиметр. Незначительно. Вот приблизительно здесь на изгибе. Ну, тут 33. Ну, и объем предплечья. 47,50 у Ливана. 47 у Гены. Но, тем не менее, размер это еще не все. Нужно уметь бороться. Мы все видели, какая натяжка у Гены. 47 сантиметров и 50. Это огромная разница. Но, тем не менее, Гена показал серьезную натяжку. Нам даже не хватило блока, честно говоря. Потому что там было только *** килограмм. Ливан смог потянуть ***. Это был максимальный предел. А Гена закончил ***. Это не был его пределом. Ну, что ж. Момент правды. Сколько же бицепс нашего атлета? 52 сантиметра. Хороший результат. У Ливана было 57. И 58 была левая рука. Если честно, взять все те размеры, нужно просто взять, выбросить в мусор. Почему? Потому что, на самом деле, не размеры борются. А борется голова, рука и то, что у каждого атлета есть. Тактика и способ на своего соперника. Сейчас мы находимся на колокольне. И буквально через 5 минут услышим звон этого прекрасного колока. В тот чемпионат они часто сюда приходят к вечеру. Тут кажется прохладно. Ага. Молятся, потом обратно. Пасаемся. Вечер. Кстати, часто мы видели в свое время Гену, когда он выходил к столу, он крестился. Да. Многие ребята так делают. И это место как раз то самое сердце для каждого грузина. Каждого человека, который проживает на территории Грузии, самое одно из важных. Правильно? Да. Осетины ездят в горы. На сборы. Для того, чтобы там тренироваться. И после сборов они говорят, что сил в них все больше и больше. Да, ну чистый воздух, там много чего. Ну, у вас же не меньше таких мест. Да. Да, собственно говоря, ваши народы очень близкие. Осетины тоже за горой. Да? Вот за той. Одну гору проходишь и уже Владикавказ. Сколько далеко отсюда до Владикавказа? Из Табилиси 230 километров. Армрестлинг. В 1998-2009 год я помню. Вот Владикавказ город маленький, но мировые армрестлили. Вот как Алан Караев, он мой ровесник. Руслан Кокулани был в сборной России, но все были из Осетии. Там максимум было 4-5 человек из Осетии. Но не то, что я говорю, что россияне слабее, но сборная России состояла из Осетии. В любой дисциплине спорта. Да. Какая бы она ни была, самая богатющая, если парень или девушка не будет любить этот спорт. И разумеется. Ничего не будет любить. Мы находимся в самом сердце православной культуры Грузии. Величество князь Константин Иванович Багратион Мухранский родился 24 декабря 1838 года. Скончался 2 мая 1903 года. Упокой Господи душу, раба Твоего. Гена, как ты себя чувствуешь? Ну, все нормально. Хорошее чувство. Находясь здесь, в этих горах, без шапки невозможно. Во-первых, очень жарко. Такая ночная. И нужно накрывать голову. Пришли тут Гену напутствовать. Он будет бороться с американцами очень жестким, сильным. Голстария, если думать. В Польше в этом году, 18 ноября. Мы все будем болеть. Мы решили, а он делает. И мы это увидим. Уже в ноябре. И, между прочим, если кто-то тянул грузинскую сборную, это был мой друг Геннадий. Он тренировался. Ну, кто сделает это дело, если не мы, да? Так что, если сейчас сборная Грузии пошла вперед, это очень большое достижение Геннадии. Это можно по прямому сказать. Да, мы увидим интересную борьбу. Потому что Геннадий сказал. Сейчас, если ты думаешь, что я слабый, то ты ошибаешься. Я для тебя приготовил интересный сюрприз. Но об этом сюрпризы мы будем все думать уже в ноябре. А сейчас дадим нашим атлетам и Геннадию, и Ивану отдохнуть и начать хорошенько готовиться. Ведетта All-Stars Arm Fight 50 Online.